70-е годы в Нью-Йорке были очень неспокойными. В то время на вершине преступной иерархии находились итальянские семьи, которые прочно срослись с властью и не допускали к кормушке никого из чужаков. А история о том, что представитель темного сословия может оказаться на вершине мафиозной пирамиды и начать зарабатывать по миллиону долларов в день, звучало как несмешной анекдот. Долбан и нидер не может сделать то, что американская мафия не сделала застолье! Однако именно это случилось в 70-х годах. И темнокожему пареньку Фрэнку Лукасу удалось сломать итальянскую монополию. По мотивам его жизни в 2007 году был снят великолепный фильм «Гангстер». Однако он неоднократно подвергался критике за якобы полное несоответствие действительности. В этом ролике я поведаю настоящую историю Фрэнка Лукаса и расскажу, почему после выхода фильма его не взлюбили многие судьи, политики и даже генералы армии США. Фрэнк Лукас родился 9 сентября 1930 года в Северной Каролине. Детство Фрэнка проходило в разгар кризиса, который впоследствии назовут Великой Депрессией. Это время было нелегким даже для белого населения, а уж для афроамериканской многодетной семьи, занятой сельским хозяйством и подавно. В шестилетнем возрасте Фрэнк стал свидетелем того, как пятеро членов одного небезызвестного клана, закутанного в простыни и капюшоны, проникли однажды ночью в хижину, где он жил, и убили его двоюродного брата за то, что он разглядывал белую женщину. Впоследствии Фрэнк будет утверждать, что именно этот случай что-то в нем надломил, и он решил перейти на скользкую преступную дорожку. Когда Фрэнк стал постарше, он начал грабить пьяных клиентов возле местного кабака. Также он подрабатывал водителем грузовика, пока его не поймали на том, что он спал с дочерью босса. Завязалась драка, в результате которой Лукас ударил босса железной трубой по голове, отчего тот потерял сознание. После чего Фрэнк украл 400 долларов из кассы и поджег место своей прошлой работы. Вообще, в родной Северной Каролине за Фрэнком тянулся огромный шлейф из разного рода преступлений. Его мать сильно переживала, что ее сына или посадят, или грохнут. Поэтому она настояла, чтобы Лукас перебрался в Нью-Йорк, и там взялся за ум. В 16-летнем возрасте Фрэнк переехал в район Нью-Йорка под названием Гарлем. Но вот за ум так и не взялся. Сначала он обчистил ювелирный магазин, сломав охраннику челюсть кастетом. Затем Фрэнк понял, что нужно пользоваться не только грубой силой, но и достижениями цивилизации. Он раздобыл пистолет и начал совершать налеты на местные бары и горные заведения. Вскоре подающего надежды Фрэнка заметил Бампи Джонсон. Бампи был подпольным королем Гарлема. В то время этот район был в удручающем состоянии. В некоторых домах не было света и воды, потому что крысы погрызли все коммуникации. В районе установился шокирующий уровень безработицы и преступности. А на улице было очень много продавцов белого запрещенного порошка. А заправлял всем этим незаконным оборотом порошка Бампи Джонсон. В фильме показано, что Фрэнк был правой рукой босса и его водителем в течение 15 лет. Однако это не совсем соответствует действительности. Как неоднократно заявляла супруга покойного Бампи Джонсона, в группировке был преступник по имени Флэш Уокер. Именно он был правой рукой босса. Но за пару лет до смерти Бампи он его предал и его место занял Фрэнк. Слова супруги очень похожи на правду, еще и потому, что Бампи Джонсон откинулся из тюрьмы в 1963 году. А уже в 1968 он умер от сердечного приступа. То есть Фрэнк Лукас ну никак не мог быть его водителем в течение 15 лет. Как бы там ни было, после смерти короля Гарлема начался настоящий хаос. До этого большую часть поступаемого порошка на улице Гарлема итальянцы сначала поставляли Бампи большим оптом, а затем он уже распределял его на улице. После смерти Бампи началась большая дележка, сбились все логистические цепочки, да еще и полиция постоянно пыталась ухватить свой кусок пирога. В общем, цены на закупку порошка выросли до 50 тысяч долларов за кило в опте. Фрэнк понимал, что с такой ценой закупки деньги зарабатывают только итальянцы. Был, правда, еще один вариант – закупать конфискованный товар у полицейских, однако у них была цена не намного лучше. Да и к тому же Фрэнк был зол на копов за то, что они так и не расследовали, кто всадил пулю в голову его кузена в детстве, а потому не особо хотел с ними сотрудничать. Как рассказывает сам Фрэнк, в то время он снял комнату в отеле на месяц, выключил телефон, опустил шторы и в течение нескольких недель ни с кем не контактировал, кроме как с доставщиком пиццы. В этой медитативной изоляции Фрэнк искал выход, как же ему разрушить монополию итальянцев и стать таким же богатым, как Дональд Трамп. В голове у него крутилось три мысли. Первая. По телевизору в то время постоянно шли передачи о том, что американские солдаты во Вьетнаме страдают зависимостью от белого порошка. Вторая. Военные, которых знал Фрэнк, рассказывали ему о чистейшем вьетнамском товаре, который в разы лучше той разбавленной дряни, что продается в Гарлеме. Во Вьетнаме эта штука намного, намного жестче. И третье. Во Вьетнаме у Фрэнка был родственник, бывший сержант армии США Лесли Аткинсон, который в фильме назван кузеном, но на самом деле он был мужем двоюродной сестры Фрэнка. Проанализировав все эти факторы, Фрэнк понял, что ему нужно брать товар из первых рук. Поэтому он отправился в Бангкок, где использовал связи своего родственника Лесли, который знал каждого темнокожего в армии. В основном это были, правда, повара и рядовые, но было также несколько полковников и генералов. В фильме Лесли Аткинсону уделено очень мало экранного времени. Однако именно он отвечал за всю азиатскую часть бизнеса. Лесли уже давно жил в Бангкоке и хорошо говорил на тайском. Именно он общался с главным производителем порошка, которого они с Фрэнком в шутку называли китайским Джеймсом Гондом. Азиатский агент 007 продал им 134 килограмма 98% товара по цене 4200 долларов за кило. Напомню, что в Гарлеме товар худшего качества оптом можно было купить в то время за 50 тысяч долларов. Однако процесс покупки не был таким простым, как это показано в фильме. Пока темнокожие бизнесмены путешествовали по Таиланду, на них регулярно нападали местные бандиты, от которых приходилось постоянно отстреливаться. Также в Таиланде Фрэнк очень серьезно заболел и полтора месяца пролежал в горячем поту, мучаясь от лихорадочного бреда. Пока Фрэнк был не в состоянии делать бизнес, Лесли вызвал из Штатов в Таиланд знакомого плотника, который сделал 28 точных копий государственных гробов. За исключением того, что в них было фальшивое дно для скрытой транспортировки порошка. Затем одному генералу дали 100 тысяч долларов для того, чтобы он посмотрел в сторону во время погрузки. Так товар, хоть и с определенными сложностями, но все же был доставлен в Гарлем. Если смотреть фильм невнимательно, то может сложиться впечатление, что все вокруг продавали 5% товар, а Фрэнк продавал 98% частяк. Обычно я тестирую 25-45%, а тут нет ни алкалоидов, ни примесей. Если бы Фрэнк не разбавлял товар, то все гарлемские кайфарики откинули бы копыта после первой же инъекции. Конечно же, товар бодяжился до 10%, но даже при этом он был в разы мощнее того говна, который продавали конкуренты. О чем, собственно, и говорится в фильме. Это то, что всегда продавалось. А вот это Blue Magic в два раза мощнее. Фрэнк решил организовать свой незаконный бизнес по принципу итальянской мафии. То есть все ключевые места он доверял только кровным родственникам, которых вызвал в Нью-Йорк и Северной Каролины. Эффектная сцена, в которой Фрэнк грамотно ставит себя перед братьями, саживая пулю в голову темного паренька по имени Танго, действительно была в реальной истории. Однако происходила она еще при жизни Бампи Джонсона в 1966 году, задолго до того, как Фрэнк наладил прямую систему поставок из Таиланда. И происходила, конечно же, она не в присутствии братьев. Танго просто задолжал Лукасу 5000 долларов за товар. И Фрэнк, понимая, что такое в их бизнесе прощать нельзя, среди белого дня на виду у всех совершил 4 выстрела в голову Танго. Это тебе. 20%. Заполучив огромное преимущество перед конкурентами в виде очень низкой закупочной цены, бизнес начал очень быстро расширяться. И Фрэнк начал зарабатывать по миллиону долларов в день, попутно открывая сеть химчисток для отмывки денег. В фильме показано, что Фрэнк вел очень скромный образ жизни. Однако это не совсем так. В автопарке Лукаса имелся Роллс-Ройс, Мерседес и куча спорткаров. А скромно он одевался и садился в старое авто только тогда, когда ездил на так называемые разведки в Гарлем. И под видом обычного человека лично наблюдал, что происходит на улицах. В фильме, видимо, решили сделать акцент на скромности Фрэнка, потому что на фоне других торговцев дурью он и вправду выглядел очень разумно. Например, показанный в фильме барыга Ники Барнс вел себя намного более вызывающе. Он даже как-то раз додумался сняться для обложки Нью-Йорк Таймс под заголовком. Это Ники Барнс. Полиция говорит, что он, возможно, является крупнейшим барыгой Гарлема. Но могут ли они это доказать? Именно про него Фрэнк и говорил своему брату, когда учил того вести себя скромнее. Это клоунский наряд, Ани Касси. Да, брось бы. Это плакат, где сказано, арестуйте меня. Да? Ты что, хочешь быть Ники Барнс? Кстати, настоящий Ники Барнс после выхода фильма начал критиковать его за то, что там все переврали. Цитата. «Я всегда получал свою дурь только от итальянцев. В фильме есть сцена, где Фрэнк кричит на меня за то, что я назвал свой разбавленный продукт Blue Magic. Такого никогда в реальности не было. Вообще, после выхода на экраны фильма «Гангстер» из всех щелей повылазили разные оскорбленные им личности. И начали критиковать фильм за его якобы полное несоответствие действительности. Фильм даже лишился почти всех номинаций на Оскар. Больше всех критиковал фильм федеральный судья Стерлинг Джонсон, который заявил, что Дензел Вашингтон сыграл абсолютно противоположного человека, нисколько не похожего на настоящего Фрэнка Лукаса. На самом деле, Фрэнк был неуравновешенным, дерзким и злым человеком. Он не был мозгом организации, он был обычной шестеркой, а управлял всем его кузен Лесли Аткинсон. Однако, этот же судья во время преступлений Фрэнка был прокурором в Нью-Йорке по запрещенным веществам. А значит, он либо в то время сидел тихо в своем прокурорском кресле, засунув язык в известное место, либо, что еще вероятнее, просто был в доле. А так как у федерального судьи, коим он стал, должна быть идеальная незапятнанная репутация, конечно же, Джонсон начал называть фильм выдумкой. Также, версия того, что Фрэнк был простой шестеркой, не выдерживает никакой критики, потому что у него только официально конфисковали после ареста более 50 миллионов долларов. Что это за шестерка, которая забирает себе всю прибыль организации? Ну а лучшим доказательством того, что в фильме сама суть происходящего передана верно, является то, что после его выхода десятки агентов управления по борьбе с запрещенными веществами подали коллективный иск против компании Universal, заявив, что события в фильме выдуманы и что фильм опорочил их честное имя. Иск они, правда, почти сразу же забрали. Видимо, им дали понять, что если начать досконально разбираться в этом вопросе, то может выясниться, что посадили далеко не всех продажных копов. Так что лучше бы им помалкивать. Понятное дело, что такую огромную империю без прикрытия построить было невозможно. Одним из самых коррумпированных ведомств в то время был так называемый отдел специальных расследований. 52 из 70 офицеров отдела были в итоге осуждены. Вот это видел? Отдел специальных расследований. Специальных. В фильме преподносится, что переломным моментом в крахе империи Фрэнка было его эффектное появление на боксерском поединке в шубе за 50 тысяч долларов. И якобы только после этого в органах узнали, кто же на самом деле заправляет всеми делами в Гарлеме после Бампи Джонсона. На самом деле, во-первых, эта шуба стоила 130 тысяч, а не 50. Во-вторых, все все прекрасно знали. Просто подкупить всех полицейских было физически невозможно. И такое помпезное появление Фрэнка в шубе, которое стоит больше пяти годовых зарплат простого сотрудника, начало очень многих злить. Больше всего, конечно же, белых копов злил тот факт, что Фрэнк был именно темнокожим, а не привычным им итальянским мафиози. Кто скалится возле кота? Кто его пустил сидеть в ринге? Процесс сбора доказательной базы против Фрэнка проходил так же туго, как это было показано в фильме. Многим полицейским на высоких должностях действительно было невыгодно сажать нового короля Гарлема. Целых четыре года прошло после боксерского матча, прежде чем произошел арест в начале братьев Фрэнка, а затем и его самого. Арест произошел, правда, не так эффектно в церкви, как это было показано в фильме. Фрэнк и его жена были арестованы во время рейда в их дом. Жену арестовали за то, что она выбросила чемоданы с деньгами из окна ванной комнаты. С арестом Фрэнка, кстати, связан еще один интересный факт. По официальным документам, при аресте в доме Фрэнка было найдено и конфисковано 584 тысячи долларов. Однако сам Фрэнк утверждает, что дома у него находилось более 10 миллионов долларов наличными. Впоследствии он даже сдал проверку на полиграфе, которая установила, что Фрэнк не врет. Куда делось еще 9,5 миллионов, до сих пор является нераскрытой тайной. На суде Фрэнк Лукас был приговорен к 70 годам тюремного заключения. Правда, после вынесения приговора Лукас начал давать показания против своих сообщников и коррумпированных сотрудников полиции. В итоге он отсидел 5 лет, в 81 году вышел на свободу и был включен в программу защиты свидетелей. Однако еще через 3 года, в 84 году, опять был арестован все по той же статье. Казалось бы, но теперь Фрэнк уж точно должен был получить максимальный срок. Но нет. К этому моменту Ричи Робертс, который был обвинителем на прошлом судебном процессе Фрэнка, занялся частной практикой в качестве адвоката. Узнав об аресте своего бывшего заклятого врага, он связался с Фрэнком и начал его защищать в суде. Именно благодаря хорошей защите Ричи Робертса, Фрэнк получил всего 7 лет, что в его ситуации можно считать настоящим чудом. Хотелось бы также упомянуть, что перевозка товара в гробах солдат также неоднократно подвергалась критике. Но критика эта так и не была ничем подкреплена. Скорее всего, она была просто с целью хоть как-то обелить репутацию армии США. По одной из версий, товар перевозился в личных вещах солдат. Однако эта версия не выдерживает никакой критики, потому что нужно договориться просто с немысленным количеством солдат для того, чтобы регулярно возить сотни килограмм запрещенного вещества в их личных вещах. В более правдоподобной версии, товар возился не внутри гробов, а внутри какой-то загадочной мебели, которую Фрэнк изготавливал в Таиланде и прятал внутрь нее порошок. Однако очень тяжело представить, под каким предлогом эту мебель перевозили в военных самолетах. И самое главное, нигде не упоминается конкретно, что это за мебель. Может быть, словосочетание гробы солдат просто заменили на слово мебель и стало звучать уже не так порочаще для армии, сеющей демократию во всем мире. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк этому видео.